Сегодня поговорим о немножко истории интернета, о нынешнем интернете и о будущем интернете, каким он представляется вобще деятелем интернетовским и тем, кто задумывается о будущем интернета, и таким, каким он представляется мне, отчасти с философской точки зрения. Ну и в какой-то степени, конечно, и с технической, и с профессиональной. Несколько лет назад, в 2005 году, был введен термин ВЕП-2.0, и сейчас принято разделять интернет на три этапа развития и три технических исполнения. ВЕП-1.0, тогда он еще не назывался ВЕП-1.0, естественно, был просто ВЕП, ВЕП-2.0 и ВЕП-3.0. ВЕП-3.0, прошу прощения за терминологию, уточнил еще вопрос, а это распространенное разве наименование? Да, да. Я только в первую очередь вас услышал, сколько существует ВЕП-2.0. Нет, 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 распространенное, так что чуть побольше я там скажу, кто, когда и по какому поводу вел. И если наиболее обобщенно для начала разговора, я для себя вот так разделяю эти три этапа, три технических воплощения интернета. ВЕП-1.0, заполнение сети офлайн-контентом. То есть, когда открывалась куча страниц, куча сайтов, на них размещалось все, что было офлайн. Склонировались книги, статьи, картинки, заполнялось все интернет, вот все туда повалилось. ВЕП-2.0. Это этап онлайн-генерации контента, социальные сети, ВИКа. То есть, когда контент генерится прямо внутри сети. То есть, не то, что что-то было опубликовано вне сети, а потом помещается, а прямо внутри сети. И ВЕП-3.0 представляется сейчас многими специалистами, как стирание грани между онлайн и оффлайн. То есть, выход интернета за пределы сети. Но об этом мы отдельно поговорим. Могут себя представить так, что ВЕП-1.0 это нечто там, мы сидим снаружи, или закидываем туда, или изымаем оттуда что-то. ВЕП-2.0, мы туда погрузились с головой, и там что-то делаем. А ВЕП-3.0, это уже сам интернет, выходит оттуда в нашу жизнь. И мы уже навряд ли будем различать, где мы сейчас находимся, оффлайн или офф, онлайн. Те же гугловские очки, которые позволяют находиться в интернете непосредственно, вот гуляя на улице, гуглоглаза. То есть, это уже технология ВЕП-3.0. В чем отличие? Сначала поговорим о технологии ВЕП-2.0, принципиальное отличие от ВЕП-1.0. Многие считают, что это вообще не термин, что это вообще нет такого понятия, нет такого представления, что многие технологии, многие элементы организации интернета были и на начало интернета, которого присущи ВЕП-2.0. Но все-таки есть некая грань, которая отделяет вот этот ВЕП-2.0, а этот ВЕП-до ВЕП-2.0. Даже, скажем, по дизайну всегда можно включить крупные кнопки, объемные. То есть, это тоже дизайн а-ля ВЕП-2.0. Значит, первое, что позволяет нам говорить об отличии ВЕП-1.0 от ВЕП-2.0, это социализация сайтов. Появление множества людей, которые генерят контент прямо в интернете. Социальные сети, блоги, новостные сайты, где размещают новости сами пользователи, вики-технологии. И вторая примета ВЕП-2.0, это облако тегов. То есть, раньше мы ВЕП-1.0, ну просто статья, статья, ну, может быть, по папочкам разложена, по категориям, да. А когда мы приписываем контенту теги и видим звук, разные мелкие, маленькие, большие, ключевые слова, ну, можно сказать, да, вот технологии ВЕП-2.0. ВЕП-синдикация. Это, в основном, механизм РСС-каналов. То есть, когда я могу получать информацию из множества сайтов. То есть, мне не нужно зайти на сайт одной газеты, второй газеты, в один блок, в третий блок. У каждой страницы, у каждого сайта есть РСС-канал, на котором появляется все, что на этой странице новое, оно отражается. Я могу свести все это в единую ленту и через РСС-агрегаторы читать новости со множества каналов. Мешап-технологии. Это, ну, они не очень развиты. Это когда создается сайт, использующий технологии различных сайтов. Ну, скажем, есть гугл-карты, новостной сайт. Их создается сайт, скажем, риэлторский, на котором новости размещаются на гугл-карте. То есть, это взятые сервисы с разных сайтов, с разных технологий, делается сайт, на котором они просто совмещаются. Ничего нового даже может не быть. То есть, наиболее часто это с использованием гугл-карт, когда у гугл-карт очень разный хороший механизм встраивания в любые сайты. Ты можешь создать сайт риэлторский, где размещаются, где помещены дома, показаны. В общем, все, что угодно. Отмечать, где ты бывал, где ты что-то делал, фотографии размечать. Существенным техническим, это сугубо техническим, может даже пользователи не замечают, аспектом технологии ОДОНОЛЬ, это технология АЯКС. Когда интернет только появлялся, когда были отдельные страницы, каждый переход на новую страницу, каждый переход к новой информации, новым данным сопровождался перегрузкой страницы. То есть, ты кликаешь на ссылку, перешел на другую страницу, кликаешь на ссылку, перешел на другую, вся страница перегружается. Технология АЯКС, это технология подгрузки контента внутренней страницы. То есть, вот страница есть, и если я, скажем, щелкнул на что-то, и мне в окошко появилась, скажем, новая какая-то информация, она раньше не была подгружена. Либо, может быть, я нажал, и подгрузилась форма. Я форму ввел, нажал, и эта форма загрузилась в эту же страницу, без перезагрузки страницы. То есть общение с сервером, и технология AJAX это общение с сервером без перезагрузки страницы. То есть непосредственно твой браузер общается с сервером и меняет информацию прямо на этой странице. И веб-службы. Веб-службы это тоже очень интересная характеристика веб 3.0. Она касается в большей степени уже не рядовых пользователей, а корпоративных пользователей. Как раньше создавались программные продукты, ну и сейчас тоже распространены для корпорации. То есть вот есть заказ, есть алгоритм, описаны все задачи, создается некий программный продукт и устанавливается на компьютеры в офисе, в сетку. Веб-службы это когда создается некий такой продукт, но размещается в интернете. Он может недоступен для всех пользователей, но самое главное, что он доступен в сети. Доступен многим корпорациям, скажем. То есть мы создаем один некий продукт, которым пользуются многие корпорации. Они просто подключаются и работают через сеть. Преимущество. Ты не должен заказывать себе конкретно. Пользователей много. Выгода и программистской конторе. То, что они один продукт могут сразу многим продать. И выгода то, что идет обновление программного продукта перманентно. То есть если что-то понадобилось, мне не нужно переустанавливать что-то в офисе, делать апгрейды их программного обеспечения. Это непосредственно на сервере реализуется. И заказали новую функцию. Это веб-сервисы. Так. И вот переходим в век 3.0. Вот, пожалуйста, имя, фамилия человека. Руководитель NSC Code в 1927 году ввел термин век 3.0. Хочу предупредить, да, что он ввел понимание век 3.0 от социальности к профессионализму. Такой лозунг был. Он сейчас не является, как бы, ходовым и не является центральным в понятии век 3.0. Но вот изначально было так. Недовольство было век 2.0 тем, что очень много мусорного контента. То есть социальные новости, социальные сети и та же Вики-технология пишут кто угодно, о чем угодно. Сплошной копипаст, разобраться в этом невозможно. То есть и, как бы, вот виделось будущее интернета, что нужно очистить от всей этой грязи, привлечь профессионалов, которые приведут это все в порядок. И, в принципе, в Германии так и сделали. Германский сегмент Вики, Википедия, многие страницы уже закрываются, приглашают специалистов. Они все редактируют, сверяют все, и страница закрывается для дальнейшего редактирования. Ну, естественно, это возможно по каким-то страницам, ну, скажем, историческим, там еще, то есть, которые можно закрыть. А, скажем, не какая-то фирма развивающаяся, или какое-то направление современно развивающаяся, или человек, который еще живет там. Ну, то есть, скажем, биография кого-то взяли, ну, все, закрыли. Ну, конечно, есть возможность потом добавить, но вот этим обезопасить от засорения страниц. Вот. А вот автор термина ВЕП-2.0, Тиморелли, он тут же парировал Калаканису, да, и сказал, что нет, то есть, вот я вижу ВЕП-3.0 как взаимодействие интернета с физическим миром. То есть, вот то, что мы уже говорили, куда идет будущий интернет, это взаимодействие с физическим миром. Но, я повторю, что огромное количество людей, профессионалов, занимающихся интернетом, интернет-технологиями, интернет-бизнесом, вообще игнорируют вот это вот ВЕП-2.0.3.0, что это все выдумано, за этим ничего не стоит, технологии намешаны. То есть, и обсуждают. Ну, если есть такая терминология, если она используется. Часто, конечно, ее используют как для пыли в глаза заказчику, что вот мы вам сейчас сделаем сайт ВЕП-2.0, который появился. Вот сейчас в МГМ-3.0 сделаем, да, ну, о, да. Но, по большому, так. Так. И вернемся немножко назад, даже не назад, в современное положение. То есть, зачем вообще нужен некий новый интернет, чем он нас не устраивает. Да, и вот я сейчас выделил несколько моментов тех недостатков, на мой взгляд, которые, те недостатки, которые существуют в нашем современном интернете. Ну, первое, которое сразу расстраивается в глаза, это перегруженность сети многократно дублированным контентом. И отсутствие механизма хоть какого-то сделать вменяемой выборки и найти оригинал. То есть, каждый, если есть статья, мы можем уверены, что она будет записана десятки, а то и сотни тысяч раз. Любая картинка, если мало-мальски интересно, может продублирована, проки-копи-пастина тысячи и миллионы раз. И разобраться вот в этом практически невозможно. Второй недостаток, связанный с первым же недостатком, это рассредоточенность и несвязанность контента. То есть, если где-то размещена статья, то найти статью на эту же тему, даже если она указана в списке литературы той статьи, практически невозможно. Потому что, ну, кто будет искать, сделать ссылку, связи, все... Гипертекст, да, гиперссылки, но все-таки все это в разрученном состоянии. Вот, и сделать законченную, то есть, я должен просидеть несколько дней этой недели, чтобы исчерпать какой-то вот объем информации, о которой, вот, вот, когда, вот, больше я ничего не могу найти, вот, ты нашел все по ссылкам. Но изначально, как бы, интернет сам нам предлагает, это тот инструмент, который должен... Это не по библиотекам ходить, а по книжным магазинам, а это здесь все вот. Но пока он нам не дает возможности сделать ограниченную, цельную выборку. Слабая связь результата поиска контента с антологией пользователя. Тут появляется в первый раз слово антология. В данном случае антология, я поясню, сделаю такую оговорку, что в интернете, в интернет-технологиях понимается набор объектов, связанных какой-то. То есть, скажем, вот, моя антология, это все мои интересы, как-то связанные... Ну, у меня, может, две антологии, скажем, антология, связанная, там, с интернетом, да, с интернет-деятельностью антологии, с философией, да. И моя антология философии, это, скажем, те фамилии философов, которым я пользуюсь, те книги, те понятия, определения, концепты, связанные как-то исторически и другими связями. Вот это вот моя антология. И если я со своей антологией прихожу в интернет, и другой человек приходит тоже в интернет, и набирает, скажем, ну, истину, да. То понятно, если бы заведомо был некий аккаунт у человека религиозного и у меня, да, то выборка, выдача, должна быть разная. Понятно, что человек, придя со своей антологией, должен получить в интернете согласно своей антологии. Сейчас это начинает развиваться. Ну, во-первых, это контекстная реклама. Замечаю, если вы что-то поискали в поисковике, то вам сразу же по контекстной рекламе это будут предлагать и на других сайтах. Стоит вам прийти письмо, где написано, вот те пароль доступа к хостингу, тебе сбоку тут же был предложен недорогой хостинг и все прочее. То есть он анализирует письмо. То есть контекстная реклама, это вот и есть способ учета интересов пользователя. Но, в принципе, пока в поисковиках еще не развит. Есть специальные рекомендательные сервисы, когда человек регистрируется в некотором сервисе, любители кино или музыки. И через некоторое время, когда он прослушает некоторое количество треков, купит треки или поинтересуется каким-то музыкантом, у него складывается некая, действительно, своя антология. И в следующий раз, когда он будет искать, ему предлагать будут уже в его интересах. Так называемые рекомендательные сервисы. Еще один недостаток. Зависимость формы представления контента от издателей. Заходя на сайт, нам предлагают то, в каком виде это нам предлагают. Если человек немножко больной и очень любит, ну, нет, не больной, просто не такой вкус, белые буквы на черном фоне, да, и вот я вынужден с этим как-то считаться, да. То есть я, по сути, я заказчик, я должен определять, как мне это должно. Ну, сейчас уже есть сервисы, которые помогают это избежать. Ну, в принципе... Я знал ресурс, где зеленый начал. Вот, вот, вот. То есть предлагает, то есть диктует нам, то есть это остатки еще издательского представления об информации, что я покупаю то, что мне дают, в том виде, в котором мне дают, и там, где мне дают. То есть в интернете это перекочевало. Был киоск, книжный магазин, забор, и кто как на заборе написал, так вот оно и висит. И это все перешло в интернете. А поскольку в интернете место, купленное, страница, сайт стоит копейки, то, естественно, этих киосков, издательств и все прочее размножилось на миллиарды, и те предоставляют все одно и то же в разном виде и полная свалка. Так, другая проблема, это слабая доступность и классифицированность архивного контента, скажем, в социальных сетях. Если ЖЖ существует уже там более десятка лет, да, то найти что-то там, старые статьи какие-то, и что там архивы, там же кладезь какая-то, но пользоваться этим очень неудобно, искать. Есть вообще такое понятие, как дип-веб. Глубинный веб, в котором существует огромное количество контента, текста, который не проиндексировано поисковиками. Вот просто вот они в поисковиках не оказываются по разным причинам. Зачастую просто по использованию неправильных технологий лет 10 назад, скажем, делали какой-то архив газеты и сделали поиск по номерам не через гиперссылки, а по форме. То есть я в форме набираю год, месяц, номер газеты, и меня выбрасывают на ту страницу. А реальной ссылки на эту страницу нигде нет. Страница есть в интернете, контекст есть, ссылку я могу только набрать через форму, а поисковик ее никогда не увидит. Видит как-то. Вот, и они... По программам нужно журналов, если пауки же ходят... Не могут они достать, по форме они не пройдут. По форме... Кони все подряд, сканируют? Да нет, я только что сказал, что сканировать можно, когда есть ссылка. Вот если с этой страницы на ту страницу, если паук перешел, Но если на эту страницу не ссылается ни одна страница, А форма, форма это то, что без ссылки. То есть вот я просто набрал, выбрал номер, номер... Паук не может набрать форму, перебрать форму, или завести поиск. Вот. Или бы другая проблема. Есть даже ссылка, но она, скажем, не первого, второго, не третьего, не четвертого, пятого порядка. А пауки тоже не заходят так глубоко. Вот. То есть можно и... Ну это... Это не принципиально. Это принципиально. Это принципиально сейчас. Это принципиальный момент. Так, и... Решаем? Ну я так полагаю. Я решаю. Нет, она существует. Она существует. Я давно этим вопросом интересуюсь. Это... Может быть, скани какой-нибудь не тот? Нет, 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 нет. А это проклятие этих аттракторов, да, веба. Это когда ты что-то такое нашел, он тебя кидает в какую-то зону потом, и все ссылки там будут, у тебя внутри этой зоны будут болтаться. И тебе всякий раз будет предлагаться какой-то кусочек, кусочек интернета, удивительно аттрактор как микронатический, из которого ты выйти не можешь. Да, да, да. Главным лицом является, конечно, человек, которому нечего делать в интернете. Ну, извините, ему там есть чего делать, но которому нечего делать, он сидит там, социальные сети, то есть профессионалы частично пользуются, но поскольку они, во-первых, не доверяют во многом контенту интернетовскому, настолько, насколько они знают, где можно достать релевантный контент, и интернет им не предлагает никакого инструмента, но к этому мы вернемся. Так. Какие были предложены варианты решения вот этих проблем? Прежде всего, это уже много лет назад, лет пять, больше, семь назад, появилось понятие семантическая паутина, вот, и появились огромное количество разработок по внедрению в интернет семантики. И это виделось как панацея решения вот всех перечисленных проблем. То есть были разработаны специальные языки микроформатов, онтологические языки, которые были предназначены для смыслового связывания объектов. Но, на мой взгляд, было принято изначально неверное решение, решение было принято такое, что нам нужно брать готовые страницы, или при создании новых страниц в интернете, и делать семантическую разметку. То есть вот у нас есть страница, на ней есть какой-то контент, есть какие-то понятия, и эти понятия нужно вписать в кодом, невидимым кодом, который для пользователей, вписать специальные теги, чтобы они были связаны друг с другом как-то. То есть микроформаты разработаны. И для того, чтобы когда Крабер поисковика заходит, он мог читать смысл. То есть он читает связь между этими понятиями, ну, не как человек, естественно. Ну, по крайней мере, в отличие, скажем, от Гугла, который читает просто обычную страницу, не семантическую, это просто набор слов, которым нам выдается по запросу, здесь уже ясно. То есть есть некая антология, которая вписана в эту страницу. Было введено понятие оригинального адреса объекта, это может быть, скажем, слово, адрес, сама страница. Вместо URL было, URL введено, уникальный идентификатор объекта, ресурса. Но опять же он был связан с леп-адресом, не отдельно, да. Язык вот РДФ, это язык, который признан описать семантические связи между различными объектами, связи между категориями, подкатегориями, связанные, скажем, как записать связь, что отец есть сын, а сын отца. То есть, взяв один, скажем, что понятие сын, мы могли рассчитать, кто у него отец по каким-то связям. И специальный язык был создан в системе URL для логического расчета, логического введения понятий. Вот, но не прижилось, не пошло. То есть, если даже посмотреть в интернете, бум сайтов, статей про, по семантической паутине, где-то в районе 10-го, там, 9-го года, сейчас заходишь, смотришь, последние статьи, этим не кончаются. Что сейчас ничего не получилось. Ну, связано это прежде всего с тем, что, ну, во-первых, это требует работы владельца сайта, владельца страницы. Но кто-то не знает, кому-то лень, тем более, что больших преимуществ пока это не дает, а нужно делать как бы на будущее что-то. Во-вторых, так же получается, как с введением метатегов, ключевых слов на странице, то есть, как на заре интернета ввели, что в шапке страницы должны быть прописаны ключевые слова, чему посвящена эта страница. Вроде, ой, как хорошо мы можем ключевым словам искать. Но веб-мастер не дурак, он пропишет туда то, что выгодно ему. Вот, то есть, ну, опять же, эта разметка семантическая, она, ну, поддается фальсификации очень легко. Ну, человек, что захочет, то и напишет. Подделает, скажем, ну, грубо говоря, порнушенную страницу под какой-нибудь пластиковые окна и получит контент. Получит посетителей, в смысле, трафик получит. Вот. Значит, после этого, ну, и где-то в параллель пошло другое направление. Значит, мы не можем обеспечить семантическую разметку всего веба. Вот, давайте соберем всю информацию в одну кучу. Вот, и стали появляться большие хранилища контента, организованные семантически. То есть, это прежде всего от Freebase, Psych. Вот. Google этим занимается, но у него отдельно нету. То есть, где можно было зайти посмотреть. Он просто сейчас выдает сбоку у себя семантический поиск. То есть, набираешь фамилию какую-то, он у тебя не просто страница подает, а информацию об этом человеке, или какое-то понятие, или фирму он выдает уже отдельно. То есть, он обеспечивает семантический поиск. У него есть база данных семантическая. Вот. И ДВПедия – это большой ресурс, в который слито все с Викопедией. То есть, все данные, не страницы как таковые, а именно связи. То есть, там вот есть гиперссылки, даты, связь людей с датами. Все это залито в единую базу данных, сохраненными со всеми связями. При этом выяснилось, что огромное количество ошибок и неоднозначности Викопедии есть. Ну, когда просто просчитывается по ссылкам, что получается, ну, скажем, наиболее характерной ошибки, что, скажем, понятие А является, входит в класс понятия Б. Вот. А потом где-то в другом месте понятие Б входит в класс понятия А. То есть, вот, вхождение друг в друга, вот такие вещи, ну, они рассчитываются, там, сейчас пытаются с этим что-то делать. Вот. Очень большие надежды, вот, скажем, Сайк возлагал на эту базу данных, но тоже не получилось. И основная проблема, они хотели сделать единую семантическую сеть, как бы единую антологию на весь мир, на все понятия. А оно не стыкуется. Ну, не получается никак состыковать вот в единой. Стали после этого разделять на тематики, пытаться делать логически состыкованные объемы информации в тематике только, тематические какие-то. Вот. Ну, в принципе, в любом случае эти ресурсы работают, у них есть доступ, можно ими пользоваться, и очень даже интересно. Но пока они, вот, как бы так вот отдельно существуют от интернета. Это еще, ну, насколько будет, Google планирует развивать и развивать свой семантический поиск. Так. Следующий момент, который я хотел сказать, это тенденция развития интернета. Это я сказал то, что вот те тенденции, которые последние годы были, ну, как бы не оправдались, ну, не то что не оправдались, они реализуются сейчас, но не являются мейстримом, да? Что сейчас вот в мейстриме на ближайшие годы, и сейчас уже реализовано, и что принципиально отличает нынешний интернет, который, ну, можно уже действительно называть уже не ВЕП-2.0, а, скажем, следующий, иногда используют даже термин такой ВЕП-2.5. Вот. И, скажем, это вот технологии ВЕП-2.5. Или даже будущего уже ВЕП-3.0. Это онлайн-приложение. То есть это очень интересное направление, развивающееся в последние несколько лет очень широко. То есть когда вы не доль, то есть, во-первых, контент держите не у себя на компьютере, а в интернете. Ну, самое первое, то есть все, практически огромное количество людей отказались от почтовых агентов у себя в интернете и работают, конечно, с гугловскими там или с яндексскими, да? Ну, это первый был такой. Документы. Google Docs. Ты хранишь файлы прямо, или это сейчас переименовали Google Drive, да? Хранишь файлы, там же тебе редактор, вот онлайн-приложение, в котором ты можешь это редактировать, классифицированы все свои файлы, доступа к этому файлу во время, даже прямо во время редактирования может быть дано двум-трём любым количеством людей. Ты можешь сидеть в Африке и здесь, в Питере, и вдвоём редактировать красным-зелёным цветом, будет видно, вы в скайпе переговариваетесь и редактируете. Любые изменения комментарии, возврат к любой версии. В общем, весь контент с офлайн-компьютеров переселяется в онлайн. Это большие хранилища контента, скажем, как Dropbox. Ну, Dropbox только хранилища. Они не дают инструментов для, как вещь от Google Drive, инструментов для обработки. Но это тоже интересно, то есть, когда мне не нужно синхронизировать компьютер, один, второй, и ещё планшет, и коммуникатор свой. Они все подключены к Dropbox, и если я что-то поместил туда, то это мне доступно, все сразу в компьютерах мгновенно будет. И приложения, конечно, если я работаю в приложении, раньше я должен был таскать либо свой ноутбук, либо те программы, с которыми я работаю, в другие места. Сейчас я захожу в Google Drive, мне, пожалуйста, и таблицы, и PowerPoint презентации, и календарь, и редактор текстовый. Есть, скажем, очень хорошая сервис тоже из онлайн-приложений Evernote, который позволяет собирать контент, информацию с интернета. То есть, картинку, фрагмент текста, текст, все закидывается в одно место, блокноты закидываются, и доступно с любого устройства, которое у тебя есть. И это дальше развивается, и в принципе мы идем к тому, что действительно, что у нас на столе будет только, по сути, браузер. А ничего больше не будет. Будет минимальный какой-то инструмент, который входит в интернет, а все там. Даже, скажем, действительно, это и с точки зрения надежности, потому что даже, ну, во-первых, сервера надежны порядочью, чем наши компьютеры. Потом там идет дублирование, если сервер вылетает, то у них постоянно так вот так идет, у нас и нет. Ну, и еще доступность с любой точки, с любого компьютера, с любого кафе ты зашел, где ты, с любого места, ты работаешь. Второе направление – мобильный интернет. Ну, это бум сейчас, да, то есть заход с мобильных браузеров, просто вот можно, я на сайте смотрю, сколько было несколько лет назад, там 1-2% сейчас уже приближается, не на специализированных сайтах, вот 10%, а и же специализированный сайт для мобильного интернета, там же все стоят, то есть огромное количество. постепенно с мобильным интернетом разрушается сайтовая структура интернета, о которой мы тоже поговорим, потому что все больше идет работа именно с приложениями, а не с сайтами. То есть с мобильного устройства ты заходишь не на сайт, ну, в принципе, сейчас большинство сайтов имеют мобильную версию, да, а ты просто имеешь некое приложение, которое тебе выдает, то есть ты работаешь, ты не работаешь со страницей интернет, не работаешь с веб-адресом каким-то, а работаешь чисто с контентом тем. Ну, Apple чисто с этим работает, а другие мобильные платформы, ну, там частично есть и сайтовые, и частично приложения различные. С мобильным интернетом широко развивается включение в интернет оффлайн-контента с географической привязкой. То есть, ну, это чуть-чуть сфотографировал, оно занеслось куда-то в базу данных, более того, на том же Эвермуте распозналась вывеска, перевелась в текст, и записалась еще в географические координаты. И теперь тебе, мало того, что просто у тебя картинка, а ты можешь набрать, а, где-то, я забыл, как график работы этого магазина, набираешь адрес у себя в поиске этого магазина, а тебе вываживается, а он распознал цифрами, названием, все, графическая привязка. И с этим же опять связано подключение к сети вещей. То есть, огромное количество планируется, но сейчас, наверное, мало, ну, наиболее, скажем, такой любимый пример подключения к интернету вещей, скажем, холодильник, да, холодильник подключен к интернету. Сейчас переходят на штрих-коды другого поколения, которые снимаются не визуально, а как через рамки проходятся. у каждого продукта свой штрих-код, радиокод, да, радиометка, да, ты забиваешь свой холодильник, какие наборы товаров у тебя должны быть, вот в каком количестве, он контролирует, что у тебя есть, и сам заказывает, скажем, у тебя видит, что осталось там и по времени, и либо по количеству, контролирует, сколько у тебя осталось, и сам заказывает. Поставляет заказ на 3D-принтер? Ну, пока нет, пока нет, пока в магазине, да. По качеству, добавок, быстро тебя печатают. Да, да, вот. Тебе печатают миштез. Да, да. Миштез. Ну вот. То есть, вот это то, что сейчас в тренде, то, что сейчас вот и идет, и развивается. Но, в данном случае, это все развивается без кардинальной ломки, и, по сути, не решаются проблемы, а в многом, может, даже и множатся. Ну, так, поедем дальше. Развитие я, интернет, от север. Вот. И, теперь, вот, обозначив какие-то проблемы и тренды, которые есть, я хочу поговорить о том, как я вижу и какие вот вижу проблемы. Ну, частично, я уже говорил о проблеме, которые столкнулись семантическая паутина и введение семантика в интернет, что невозможности создать адекватную антологию в интернете, антологию в реальности. То есть, представлялось так, что вот у нас есть наш мир, есть объекты, и реальные объекты, в смысле, дом, да, или понятие дом, да, и связи между этими объектами. Ну, скажем, дом, этаж, лестница, подъезд, связать легко, это вот связь и сопочинение, какое является родовым понятием, какое включается в класс, подкласс, да, то есть, это все, и казалось, что это все мы сейчас засунем в интернет, и это будет вот такая вот система в единой антологии, в которой, в принципе, обращаясь к каким-то запросам, мы получаем ответы. Ну, не получается. Связано, прежде всего, это с тем, что в самом мире это не реализовано и не нужно. Мы не пользуемся единой антологией, и, по сути, мы вообще какими-то замкнутыми антологиями, большими не пользуемся, мы пользуемся только тем, что включается наша деятельность, деятельности много, и внутри каждой деятельности существует своя антология, и объекты, которые включаются в некую деятельность, то есть, они могут включаться и в другую деятельность, и в третью, и связи, и вот, получается так, сколько пользователей, по сути, ну, скажем, унифицированных пользователей, занимающихся какой-то деятельностью, столько и антологий, более-менее связанных, при этом они могут пересекаться, вот, и у нас получается так, что если мы захотим отразить это, зафиксировать как-то, то мы, естественно, отразим это не в одной, не в едином, а в множестве разных антологий, частично пересекающихся, как у нас, по сути, и получается, мы можем с Гулатом договориться о каких-то понятиях в какой-то сфере философской, но при этом пересекаются, но где-то наши антологии, ну, в большой степени не пересекаются, и попытаться создать единую антологию философскую, ну, это бред полностью, это не нужно, то есть, во-первых, это нельзя сделать, а во-вторых, это никому не нужно, вот, кто ей будет пользоваться, мне она не нужна, Гулата не нужна, Гулат должен теперь получить доступ к моей, и посмотреть, чем она отличается, я должен получить к нему, но, именно, именно в том смысле, что они должны отличаться, должны присутствовать отдельно, итак, значит, сколько деятельностей, столько антологий, это более-менее оформлено, потому что это было включено в специальный доклад, который я делал на античной какой-то конференции, поэтому оно вот, и, в принципе, получил разрешение его вне этой серверы. Это как он назывался интернет-эйтичность? Айтишная. 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 Айтишная конференция, да. Ну, фикция, фикция, вот. Значит, и, значит, еще вот, мало того, что здесь сколько деятельностей, столько антологий, и, в принципе, больше нас интересует, не сама зафиксированная антология, а деятельность, да. Вот, значит, вот мы рисуем, что есть человек, который занимается нечто, скажем, философ пишет статьи, да, то есть, итог у него, статья, это некий фрагмент его деятельности, да, зафиксированность, вот уж там, там все логично, все связано, но пока он ее писал, он перевел кучу книг, сначала смотрел одно, потом другое, делал какие-то конспекты, записи, дискуссии, комментарии, много чего не вошло в этот результат, то есть, была некая деятельность, которая отразилась, как на плоскость его статье. Самое ценное, даже для самого этого человека, ну, естественно, для нас, но мы, это просто нам не дано, это сама технология этой деятельности, самопоследовательность, а не тот результат, что он следующую статью будет писать гораздо быстрее, лучше, ему саму интересно сохранить то, что он делал, в ту кашу, в которой он варился. Приходит, берет статью, другой пользователь, и, в принципе, он с большей, меньшей степенью точности воспроизводит эту антологию в себе в голове, ну, скажем, не с какой точности, он же чего-то там себе воспроизводит, но при этом мы знаем, что у этого человека, который читает Гегеля, уже должно быть хоть какое-то представление о Гегеле, уже должно, уже антология должна быть, то есть, если я возьму статью из области, которая мне неизвестна никак, и там ничего не прочитаю, из этого мы делаем, не то, что я тупой, а то, что в самой зафиксированной антологии, в статье, она недостаточно, она не самозамкнута, в ней, то есть, попытки машинного чтения текста и понимания, они обречены изначально на провал, вот с такой влог, потому что для этого, чтобы понять, что там написано, машина предварительная должна иметь понимание, что там написано, ну, как человек, то есть, ну, это чисто германетика, да, вот, да, если мы ставим вопрос, а как мы должны в компьютер это внести, вот влог никак, и я думаю, что предлагаю, что должно быть введено понятие антологический парсер, то есть, который делается уже программно, который анализирует всю деятельность человека на этапе, то есть, по сути, ему делать-то ничего не нужно, человеку особенного, он делает то же самое, но если он раньше делал на бумажках на обрызках, то есть, он должен сейчас делать в интернете, если ему дать инструмент, где он будет вот хватать, писать, соединять все, то это нам стоит подложить некую систему, которая будет это все запоминать, согласов, строить антологию его деятельности, и когда эта антология деятельности будет подложена, она гораздо шире, чем результат, который зафиксирует, она уже сможет как-то читать, то есть, скажем, отличить, запустим, у нас есть антология деятельности гигельянца, и есть антология деятельности кантианца, да, и я думаю, что вот уже обладая этой антологией, то есть, связями, последовательными, как, что там, человек читал, какие пометки делал, все, подсунув текст просто канта иегеля, система должна распознать диаканы иегеля, ну, опять же, с большой вероятностью, там сменьше, это все, но это не просто попытка связать какие-то отдельные понятия из текста. Итак, что мы здесь имеем? Значит, смысл любой деятельности заключается не в конечном продукте, а в антологии, зафиксированной в ходе ее реализации, и надо создать такой инструмент для профессионала, от которого он не смог бы отказаться, инструмент не только позволяющий выполнять все стандартные операции по работе со всевозможной информацией, но и автоматически формализующий деятельность, строящий антологию, этой деятельности. Итак, значит, это некий технологический подход, и что же мы должны в конечном итоге получить в интернете? Мы должны получить некое отображение наших антологий деятельности, то есть все, с чем я работаю, со всеми объектами, и все связи, которые между ними, я должен получить в сети. Но при этом, при этом, понятно, что это не на моем локальном компьютере, мне не столь интересно своя антология, а связь ее с другими антологиями. То есть там должны быть и антология Булата, и антология Игоря, вот, то есть все антологии. при этом, мы пользуемся одними и теми же объектами. Скажем, объект Истина, объект Гегель, объект Диалектик, мы ими пользуемся, это один и тот же объект данной системы, но включен в разные антологии. То есть мы должны иметь некий универсум объектов, некий универсум объектов в этой сети, и организованные персональные антологии. Они могут пересекаться. Если, скажем, так, да, индивидуальные антологии, вот здесь нарисовано, где-то они пересекаются, где-то, да, лучше показывать, да, я все забыл, что нужно показывать на экране. Где-то они пересекаются в какие-то объекты общие, где-то из них пересекающие, где-то связи, вот эта связь, включена, скажем, гениодиалектика, это связь в многих антологиях, да, а вот, скажем, вот здесь диалектика-диалог, это вот только у Грачева будет, эта связь, но не будет включаться в другие антологии. Вот. При этом, что интересно, если у нас имеется этот универсум объекта, можно запустить агента, программный какой-то продукт, который может найти вот эти связи, которые есть одинаковые, да, и выделить, о, эти связи одинаковые, значит, у Балата и у Балачева, значит, одинаковые эти связи, вот, и из этих связей создается некое, ну, получается некоторое замкнутое пространство объектов с однозначными связями некой антологии, можно назвать кластерной антологией. Вот мы выделили две кластерные антологии на пересечении разных антологий, да, вот, и в целом универсум объектов. это вот то идеальное, что бы я хотел иметь в IT-системе. то есть я даже не интернета пока называю, просто вот говорю, вот такая система, с которой я хотел бы работать, и которая должна обеспечивать мои потребности, ну, и потребности всех людей, которым интересно работать в интернете, и не только работать, но и искать. То есть теперь, если я, скажем, хватаю какой-то элемент, в чем заключается поиск? Я хватаю элемент и за цепочку вытаскиваю. Я смотрю, задал поиск только по какой-то кластерной антологии, я получил эти связи. Не, мне интереснее искать, нет, мне нужно только усидровать. Да, я буду вот искать здесь. Нет, мне, пожалуйста, расширьте антологии до двух соседних и покажите разницу между ними. Какие? Вот у этих связей вот здесь есть, а этих связей нет. А это интересно, где-то статья написано. Дальше поехали. Кластерные антологии. Кластерные антологии, археически организованные не индивидуальные структуры объектов, создаются автоматически анализом антологии персональных, индивидуальных. Так, значит, что нам необходимо прежде всего для того, чтобы не реализовать эту систему? Это то, это уникальность объектов. То есть, если я работаю с какой-то статьей, и с этой же статьей работает другой человек, мы должны работать с одной статьей. С одним уникальным объектом. Если я сделал ссылку на нее, я должен знать, кто на нее ссылался, и если взял вот эту цитату, человек должен знать, что вот эту цитату взят, кто-то взял из этой цитаты. То есть, уникальность. Как быть с переводами? Переводы же могут быть праздные. Одного и того. Ну, здесь же это все проблемы решаемые. То есть, есть, скажем, уникальный объект, статья оригинальная, да, вот, есть версии. То есть, есть, скажем, могут быть версии по-разному, даже оформленные, в разных редактурах, перевод тоже это версия. Она тоже, что в антологии это значит? Есть объект, данная статья оригинальная, русская, да, перевод на английский, вот все, связь, связь, перевод на французский, перевод на английский версия одна, перевод на английский версия вторая. То есть, и когда я получаю версию одну, мне сразу по связкам показывают, что есть еще две версии на переводы. То есть, здесь самое главное тематическая связь. язык обеспечивает специальный язык, RTF-язык, который записывается в данной технологии, ну, кстати, можно было это сказать, то есть, это техническая подробность, но, то есть, вся, информация, все данные хранятся в RTF-тройках. RTF-тройках, это язык такой, тематические тройки, которые, значит, объект, некое качество, предикаты, значение. Чайковский, композитор, лебединое озеро, да, лебединое озеро, музыкальное произведение, балет. то есть, то есть, что ему приписывает и то значение, которое она имеет. И вот, вся информация записана в этих тройках. И когда она записана вот в этих семантических тройках, то все, вся сеть вытаскивается. То есть, скажем, если я зацепился только за Чайковского, то есть, я автоматом получу по всем ссылкам, все его произведения, кто его когда исполнял, все записи, по записям я опять же упаду, кто делал записи, какие, то есть, получается некая вот сеть. Бывает сеть логически замкнута, нелогически замкнута, на этой вот графе, семантические графы, их можно рассчитывать, выявлять не имеющиеся элементы, недостающие элементы, искать синонимы, дублированный контент, можно искать. То есть, если, скажем, случайно кто-то внес какой-то объект, и система ошиблась, не идентифицировав его как уникальный, как второй, как он дубляж, то по связкам будет видно, что вдруг у одного и двух объектов все одинаковые высказывания в этом объекте. Тогда сразу же выдается, робот выдает, агент выдает, пожалуйста, у вас в антологии есть два объекта, которые одинаковые связки. Это синонимы. Ой, да, точно, это один и тот же, случайно там букву перепутал или еще что-то. Объединяешь, скрепляется, все неоднозначно убирается. Значит, должен быть уникальный, прежде всего уникальность. Уникальность обеспечивается, сейчас это обеспечивают через УРА, но, скорее всего, это такая проходная технология. Ну, это не суть. И если этот объект появляется в разных компьютерах, в разных антологиях, он должен быть один и тот же с одним и том же идентификационным номером. Так это, наверное, самое сложное. Нет, это не самое сложное. В современном интернете это не сложное. Все же хотят авторство иметь. Как бы, а из этого авторства что-то... Нет, ну, авторство... Если я помещаю в систему какой-то текст своего авторства, то... То есть, грубо говоря, он просто их не видит, как разные, да? То есть система устроена так, что она их не видит? Нет, дело в том, что помещая любой объект в систему, проводится анализ на уникальность. По структуре, там, по всему, то есть, ну, скажем бы, как эти самые... плагиат, система, антиплагиат, да? Он смотрит, ищет, есть ли такое, нету, совпадает там 80% на 90%, сколько... Я получаю, уникальный текст, все, поместил в систему. И теперь 80% совпадения. Я смотрю, ой, да, эта статья уже есть, ну, скажем, не моя, но она лучше оформлена, а там еще список литературы, и все. То есть, а, ну да, не принимается. То есть, либо если я настаиваю, что нет, я хочу, чтобы она была, тогда в системе помещается, есть дубликат вот этой статьи по каким-то признакам помещенным, настоял такой-то автор, он принадлежит в такой-то полиции, он настоял. Это обеспечивается гораздо проще, чем в современном интернете. В современном интернете вообще не надо. Да, но недостаток такой, что здесь не получается перехода к современному интернете этой технологии флавного. Здесь переход пока еще не обсуждается, есть двояки. Может создаваться замкнутая система, а может ну да, там выше. Сейчас паузу. К ним можно рассказывать? Нет, нет. Ну, где-то, в общем, это попытки второй раз наступить на грабли экспертных систем. Нет. Ну, не совсем это точно, но попытки, опять же, я из-за этого нет, нет, нет. Синтоксически. Нет, нет, нет. Экспертных всех совершенствований совершенно не то. Вот. Работать будут какие-то плюсы, да, и так далее, но глобально как бы задачу, которая может подсознательно сидеть, иметь умный интернет и типа беседовать, чтобы он тебя понимал. Вот в том-то и дело, что задачи такой не ставится. Задачи, такую задачу, ну, я потом на камеру это отдельно скажу. А что, камеру отключили, что ли? Нет, не отключили. Ну, потому что так будет. Нет, просто у меня не очень, не очень понимаю. Ну, сейчас мы закончим. Там осталось два штриха и тогда отсюда. Вот. В этих технологиях много, может, на разных задачах решать, что все там рекламщикам удобства, они могут отслеживаться, маркетинги свои проводить, то, чем интересуются, кому чертки, еще какие-нибудь, я не знаю, большому брату и так далее. Но пользователю, юзеру, который не хочет с мусором возить, поехать по делу. Хорошо. В общем, и, значит, скажем, вопрос внедрения тех же продажных услуг, красненький кружочек, опять же, обеспечивается не заманиванием пользователей на какой-то сайт, а если в некой антологии видно, что в этой антологии можно встроить некую услугу, скажем, математической антологии, там какой-то программный продукт, который что-то просчитывает, то производитель знает, куда воткнуться, да, и в этой антологии включается некий объект, да, вот, и некая услуга предлагается пользователям, которые работают в данной антологии, в данной кластерной антологии, вот, в дальнейшем есть необходимость, у этого объекта есть своя антология, можно пойти в эту антологию и дальше искать. Так, значит, основная функция браузера превращается в, значит, не отображение контента, а отключение к антологии на навигацию в них, то есть я, то есть по сути это получается семантический браузер, никаких сайтов, ничего, у тебя есть объект, и ты за объектом движешься по его связям, и представляешь его как угодно, в виде таблицы, в виде текста, в виде графа, с уменьшением, увеличением глубины проникновения в антологию, в соседнюю антологию, с переключением между антологиями, у тебя отображаются соседние антологии, ты можешь перехватить. Никаких ссылок, никаких никаких ссылок, ничего, они скажут, что мой объект это дубль какого-то другого и не допустят его. Ты можешь настоять и работать, что и выпускать будет твой. Но это будет помечено, что в системе есть такой объект, а Абблад настоял, что это, зачем мне попадается дубль. Ну, будет помечено, что есть дубль. Но если им будешь пользоваться только ты, он будет отражаться только в твоей антологии. никогда не отразится нигде в другом месте. Если кто-то специально не будет интересоваться в твоей торгии. Так что здесь нет. Здесь какая-то борьба все-таки. Нет, какая борьба? Нет. Потому что будет же конкуренция за объекты, правильно? Да нет, объект не принадлежит никому. Как может конкуренция за объекты? Например, Google выставил свои объекты. И, наверное, его объекты будут более рельефованы. Да какие свои объекты? Какие объекты? Ну, объект Гегель. Вот объект. Есть объект, персона Гегель. Кому он принадлежит? Ну, с такими объектами я согласен. А какие еще объекты? Других нет. Я придумал какой-нибудь объект, там, не знаю, там, ну не сознание, что-нибудь такое. Ну, любой объект. Ну, темпоральность, допустим, вы придумали. Ну, темпоральность, да, и что? А вы скажете, что такой объект есть. Ну, нет. Дело в том, что я вношу… Это время, хранальность. Нет, нет. Я вношу объект понятие «темпоральность». Он уже есть. Да, мне пишут, что такой объект есть. Я говорю, что это объект другой, не только, даже не синоним, а другое понятие, названное этим термином. И даю определение. И естественно, что существует тогда два объекта темпоральности в системе, я настоял, да, но при этом они существуют в разных антологиях. Он существует в антологии, скажем, у Хайдеггера, да, и у меня. Но при этом понятно, что человек будет интересоваться Хайдеггером, он выйдет, и вот темпоральность его объект, его понятие, названное, но это понятие не мое, а его понятие, названная категория темпоральность, да, термином темпоральность. Есть его связи никакие? Если он скажет, так, а есть ли еще? Вот и было еще темпоральность. Пожалуйста, кого принято? Чем отличие? Как с другими сотрудниками? Так вот все. Никаких проблем. То есть, здесь уникальность здесь уникальность не в том, что принцип уникальности избежать дублирования, а не принцип принадлежащего принадлежности, кому-то. Да, нужно дублировать избежать, чтобы, скажем, если я цитирую логику Гегеля, она должна лежать в одном экземпляре для всех. Вот в одном экземпляре. Не то, чтобы я цитировал один текст, другой, или сослался, или если я выделил там что-то, подчеркнул, или еще что-то, прокомментировал. То есть, чтобы я прокомментировал, то есть, чтобы мне доступны были все комментарии, всех, кто комментировал. И когда я ссылаюсь, то есть, у меня выводит именно тот объект, который лежит в уникальном, в сети. Ну, мы, конечно, в множестве экземпляров, здесь не важно, что в одном экземпляре, но главное, что они все синхронизированы, и поэтому тут я... Какой-то есть сайт академических энциклопедий. Там же, например, какое-нибудь понятие, и сразу список из десяти определений в разных контекстах. Ну да, 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 это так же и будет. То есть, пожалуйста, ты для себя, то есть, ты, скажем так, впервые зашел, поинтересовался некоторой кластерной антологией, некоторой темой, да, вот, скажем, и зашел, и я интересуюсь понятием истинности там, да, вот те вот кучи, вот все, ты же, это нет, это нет, это нет, это нет, это вот с этим работаю, все, это исключено с поинтологией, это осталось с поинтологией. Все у тебя зафиксировано, дальше ты пользуешься этим. Можно и новую. Можно добавить, добавил новую. То есть, если, скажем, кто-то заходит и интересует, бывает полный список с новой тоже, да? Не получится, что этот список будет со статистиками тысячи наименований. Из тысячи наименований. А как разобраться-то? А, если, извините меня, одно, одно, одно приписание термина входит в тысячу антологий, а 999 в одно, в две. Ну, тут сам Бог. То есть, или скажем, я знаю, что у нас есть такие-то философы, более-менее ведущие, да, по этой тематике. Я задаю вопрос, вот какими они пользуются, да? В их антологию входят. Вот эти, ну, я и... Ранжирование тут однозначно. А Тютькин, ну, Тютькин может развить деятельность, написать кучу статей, создать свою антологию целую, да? И тогда есть понятие мощности антологии. То есть, что есть человек, который, ну, скажем, куча вот у нас на штурме, да, которые просто бла-бла-бла, и могут написать маленькие комментарии с одинаковым содержанием на все, что угодно, да? Можно представить, какая у них будет антология. Вот, скажем, если у нас движок стоит парсик деятельности у нас на сайте, да? То можно просто по анализу деятельности, по помещенному количеству статей, комментариях, различных комментариев и длительность цепочек комментариев, можно просто формально выделить вот у этого антология, и можно прислушиваться, а это бла-бла-бла. Чисто формально, просто анализируя поведение на сайте. И, а когда это глобальная система, и ориентированная не просто вот на общение, а на работу, на работу, то есть человек, то есть в этой системе человек работает. У него цель не, у него цель не представить себя как-то, доказать кому-то, лишь показать что-то. Он просто делает то, что он обычно делает. И при этом создается огромная система, огромная его антология, которая, во-первых, есть результат, он объединяет, он вносит новые объекты, устанавливает между ними связи, и генерирует еще какие-то новые связи, новые объекты. Ну вот. Так поедем дальше, что... А если, допустим, объекты меняются, типа выдумал один теме, потом подумал, это неудачно. Ну, пожалуйста. Дело в том, что... Кто имеет право менять название? Кто хочет. Ну как, вот, например, я назвал, например, эти когда-бы рамки, потом подумал, подумал, плохое название. А она уже обозралась. Нет, нет, это все делается элементарно. Серьезный вопрос. Скажем так, допустим, человек ввел новое понятие, новый объект, назвал его так. Скажем, я изначально называл то понятие, которое я ввел в новациях, распределенной во времени системы. Потом назвал темпоратом. Еще бы распределенной во времени. Допустим, многие люди стали этим термином пользоваться и ввели их в свои антологии. Пользуются там, ссылаются там, все вообще. Потом мне показалось, что нужно изменить. Я изменил. При этом, естественно, в следующий раз, когда кто-то обращается, скажет, что изначально было то-то, сейчас то-то. Вот. Те, кто пользовались, идет рассылка. То есть вы, нет, так вы обладаете доступом к этому термину, который меняете, что ли? Я у себя меняю его. А, я понял. То есть я меняю свои антологии, но поскольку я его поменял и у других оно связано с этой антологией, им идет рассылка. То есть появляются синонимы, да? Есть синонимы, какие вы будете пользоваться? Он подумал, нет, я ставлю старый. Нет, я возьму новый. И так, кто-то хочет старым пользоваться, кто-то новый. То есть полная свобода, кто чем пользоваться. Но при этом есть возможность отследить, какие есть рассогласования, выявить синонимы и указать, что это просто синонимы, но просто одно и то же понятие. Скажем, если бы эта система работала, то она бы, то был бы агент, который бы анализировал использование одного термина термина для разных понятий, анализируя понятие истина, он бы выяснил, что у нас тут два понятия, одно одним словом обозначено. То есть это автоматом бы выяснилось, потому что человек пишет о Боге, об истине, о развитии науки, об истине, а потом пишет о ответе в учебнике и пишет тоже истину. То есть явно не пересекающиеся антологии, никак не пересекающиеся. И система дает оповещение, что данным термином предполагается, обозначаются два понятия, которые используются в непересекающихся антологиях. То есть одно дело в логике и правильное решение задачи, другое дело познания и приобщения к Богу. То есть сама система будет это уменьшить? Ну, одна же уменьшить уменьшить. Ну, одна же уменьшить или люди будут сидеть? Нет, ну, конечно, это же чисто программа. То есть зафиксировать связи, зафиксировать связи, если я когда использую просто вот даже в тексте когда пишу там и у меня есть текст и в нем есть некие понятия, они автоматически связываются, да? Я сам могу связаться, я автоматически могу связаться. И программный агент понимает, что вот и можно придумывать много таких вещей, когда программа может сама определить, что объект принадлежит уникальный объект принадлежит двум разным антологиям. Что-то не в порядке. Скорее всего, это два разных понятия, названных одним словом. Кстати, вот определение объекта будет выдаваться не в виде определения, а в виде просто света. Нет, объект. Ну, скажем так, есть объект, но объект не может быть помещен в систему без связи. Он обязательно помещается со связью. Он, естественно, как высказывание какое-то. Он почему-то... Минимальное высказывание это объект такой-то темы. Ну, скажем, когда я помещаю там, скажем, философское понятие, что-то философское понятие. Просто слово поместить туда нельзя. Или просто объект. Или, скажем, если я помещаю какой-то дом, то он помещается с координаторами. Вот. Либо с адресом, да. То есть, вот просто сказать... Вот... Нет, ничего-то так. Ну, в принципе, мы... Да, ну, это вот я напоминаю, что мы говорили изначально. Вопрос был про экспертные системы. Нет, это не экспертные системы. Нет, да. Вот я про... Короче могу. Вот тут многократно фигурировало семантические, да? Конечно. Страничку. Да. Вот. Так у меня, собственно говоря, акцентировал бы я, скажем так, формально-семантические или псевдо-семантические. Нет. И поскольку семантику я понимаю более глубоко в разумном смысле семантические, а не формально. Понятно, понятно. То есть, скажем так, совершенно неуместное замечание. Оно касается только терминологии. Сейчас, в современной мире принято. Вот как бы принято есть семантические... То есть, что... Когда мы говорим о связи некоторой связи объектов, мы говорим о семантической связи. А... Формально. А какая еще может быть? То есть, семантики как таковой нет. Нет. Это чисто оператор. Формально-логический оператор с именем семантика. Я не соглашусь. То есть, это ваша личная... Вот сугубо личная трактовка. И зачем ее представлять? То есть, скажем так, я бы согласился так с такой трактовкой. Вот, я понимаю, что есть семантические отношения, то, что используют люди, когда это семантики, но когда я говорю, я подразумеваю другое. Вот. Поэтому, когда вот это псевдо, или... Нет, скажем, не псевдо, а, скажем, пупер-супер семантическое, или разумно-семантическое, а семантики сейчас говорят и семантические языки, и семантическая база данных. Нет, я не спорю. То есть, сейчас пошла волна, когда... Это не пошла волна, а на... То есть, когда мы говорим о семантике, мы говорим о некой смысловой связи. Когда я... То есть, вот скажем... Формально-смысловая связь. А какая еще бывает другая? Вот есть связь. Отец-сын. Отец-сын. Вася, сын, Петя. Это семантическая связь. А какая она, может, неформальная? Что значит неформальная семантическая? Поеденческая какая-нибудь. Ну, это же другое. Мой дядя сам... Гуруе небо, допустим. Ну, это же связь, это же неустойчивая связь. Нет, ну вот, отец-сын. Нет, ну, почему? Формально-отец-сын. Есть даже документы в паспорте, все метрики. Это есть семантика. А отец, а отец, вот, в процессе жизни говорит, ты мне не сын. Ой. Но это уже, это уже, это не касается семантики. Это касается психологии, этики, эстетики, но не семантики. Вопрос. Будет ли вот подобного рода юзерцентризм проще, то есть, чем нынешняя объекта ценности? У меня претензия к формалистике и еще короткая. Это вот плоды одной и той же как бы паршивой яблони. Начало было понятие интеллект. Не было и Т-технологии, компьютеров, не было транзисторов, не было интеллект. Практически тождественно было с разумом. Вот интеллект, интеллектуальное все. Появились эти технологии, формальные эти правила, все. Сейчас слово интеллект, понятие интеллект, и здесь оно может использоваться в этом докладе. Это тождественно алгоритм. Это чисто формальные какие-то связи. Зачем выдумывать? Зачем выдумывать? Во-первых, я не говорю слово интеллект. Нет, я не к вам. Александр, я не к вам. Зачем об этом говорить? Зачем просто появиться? А ваше употребление вот этого, опять же, это даже не к вам претензий. А это не нужно говорить? Не ведет вообще никакого отношения к теме. Но семантика здесь важная. давайте на эту тему я поставлю точку и мы же не будем вспоминать сертосемантику и этот интеллект. Во-первых, изначально разговор ни о каком интеллекте и речи не идет. Семантика, она как бы предполагает? Не предполагаю. Семантика это смысловая связь. Вот если я говорю формальная логика А связан с Б как-то. Из А следует Б. Вот я не подразумеваю, что под А это отец, а Б это сын, здесь нету никакой связи. Просто есть. Если я только назначаю смысловую связь между объектами, это сын и отец, это семантика. Это не имеет ни к интеллекту, ни к чему. Это просто смысловая связь. Просто смысловая связь. В логическом поле, да. Да причем в какой-то обучении. Да как будто мира нет, что реального живого мира нет. А почему? Что мы должны иметь в своей семантике? Вот есть логический, семантический, есть все другое. Мы же не говорим, если бы я сказал, что все сводится к семантике, я же не говорю, что все сводится к семантике. Зачем одну и ту же песню повторять тысячу раз? Я вот не понимаю это. Одну и то же тренировку, которая не имеет ни касания. И он может иметь в виду, ну вот как семантически выразить выражение хмурое небо? Хмурое относится может к лицу там. Нет, почему? Понятно? Есть небо, но это неустойчивая связь. Она не важна, устойчивая, устойчивая. Есть субъекты, для которых хмурое небо означает, что небо темное. А есть люди, для которых слово хмурое, это означает, что человек недовольный. И это таким образом создает два разных юзера с различными стилями описания. Два разных юзера? То есть, давайте на эту тему общению. Ты начинаешь отбираться по книге. Я не согласен. Я не могу совершенно устоять. Но есть же проблема перевода. Проблема перевода компьютера. Это проблема семантики. Это проблема семантики, но не интеллекта. Но он не может же перевести в итоге тогда. Ну связь, это есть все. Дело в том, что есть проблема перевода двоякая. Есть чисто семантическая, а есть художественный перевод. Вот художественный перевод выходит за семантику. То есть, я могу выразить строго понять семантику, передать семантику стихотворения, но не передам его поэтику. Тут ведь еще дух художественности стоит, что кривизна перевода именно по семантику. Да, и перевод связан, проблема перевода связана в большей степени не с тем, что что-то в книге есть верх семантики, а то, что часть семантики хранится у пользователя, который читает. То есть, нет такой книги, в которой бы изначально содержалась вся семантика. То есть, мы уже имеем некий багаж, мы уже имеем связь неких понятий, и это не заложено в компьютер. Мы не можем это заложить в компьютер. Вот речь о том, что семантика не формализуется адекватно вот даже для перевода. Слушайте, ну, давайте закроем это. Это за скобками. Давайте, действительно, закроем, потому что это совершенно не касается современной. Давайте поставим так. Вот речь об интеллекте вообще не идет. Не в искусственном никаком интеллекте. Есть объекты и смысловая связь между объектами. Все. Все выходящее за этот предел. То есть, говорить об искусственном интеллекте и требовать, чтобы, скажем так, можно, я использую такую метафору, что можно говорить о производстве, социальном производстве как в искусственной жизни. Ну, тут некая искусственная жизнь, воспроизведенная социумом, да? Вот. И, в принципе, есть метафорические, когда интернет, говорят, или какие-то IT-технологии, какие-то сети, тоже некий искусственный интеллект. Так вот, требовать, как от станка требовать, чтобы он рожал станет маленьких, как будто он искусственная жизнь, так же бессмысленно требовать от компьютера, чтобы он давал нам интеллект. Нет, не может нам никого интеллекта, и не нужно. Не нужно вообще ставить такую проблему. То есть, это совершенно излишняя проблема. Что будет получаться, что будет получаться. Тем более, вот здесь ставится задача создания инструмента для работы с контентом. Удобного, хорошего, адекватного, развиваемого, универсального, и все, никакого интеллекта. Не, а почему не поставить какую-то далеко идущую задачу, что это же эти, как в конце, похоже на нейросеть, какого-то... Бред, бред, бред. Тут получается то, как и с книгой. В книге нет полной семантики, в книге нет интеллекта, а он есть на нашей стороне. Каждый юзер будет получать то, что он получит. Там нету интеллекта. Интеллект все равно ставится на этой стороне. Если бы там все-таки возник как-нибудь... Не возникнет. А почему? Почему такую задачу не поставить? А ведь книг, как-то... Во-первых, задача... Ну, мы уходим немножко в сторону. Нужно же сформулировать, что такой интеллект. Задачу поставить невозможно. Нет, само по себе она как-нибудь как нейросеть образуется и потом сама по себе будет жить. Дело в том, что понятие нейросеть и связь ее с интеллектом очень-очень сомнительная. Ну, какая сеть... Только-только потому, что она у нас есть и мы говорим, что у нас есть интеллект. Ну, такая вот. Ну, да, согласен. Да, поэтому то, что мы создали в мире России... То есть, это будет, да, это некоторая сетка. Вопрос по юзерцентризму. Ну, во-первых, есть юзерцентризм противопоставляется сайтоцентризму. То есть, понятно, что сайтоцентризм это отмирающая вообще вещь, которая засорила интернет и испортила, испоганила его... Ну, не испоганила, то есть только такое. Но я должен получить... Мне не важно, как пользователю, где это, какая это страница, кому, например, мне важен объект и его связи. И операция с этим объектом. То есть, я должен получить объект, должен получить инструменты онлайн-приложения с его работы, зафиксировать результат своей работы и связать с другими объектами либо активным действием, либо в ходе самой работы. Эта связь будет налаживаться. И должно быть... И самое ценное, что в этой системе, что должно быть... Что... Зачем здесь необходимо уникальнее? Чтобы работа каждого была видна. То есть, если объекты не уникальны, то это все разваливается. Причем интересно, чтобы действительно получится некий виртуальный мир. Ведь до сих пор это же не виртуальный мир, это все это мир каких-то сайтов. Какая-то карта, скорее всего. А здесь и мир объектов, то это будет, буквально, в смысле, виртуальный мир. Да. В принципе, он так же оффлайн, как онлайн. Скажем, все дома будут, все вещи будут туда занесены в конечном итоге. Они будут иметь свой индикационный номер и карта связанных. И человеку. Ну, скажем, если ты покупаешь какую-то вещь, то это автоматом включается в твою антологию. То есть, просто... Во время... Вся квартира будет... Во время покупки просто у вещи есть индикационный номер, который вот... и он теперь стоит. И вот... И связанных. Я обгрейт, и буду мне предлагать конкретно мои вещи. конкретно. Она будет чипирована, чипирована. Да, если будет гораздо хуже, она будет списывать все деньги с твоей карточки. Да, да. И доставлять тебе эти предметы, которые ты сам не заказывал. Но, которые полагаются тебе по твоей антологии. Нет, ну, вопрос... Ты пришел... Каким образом можно извратить, испортить и все? Найдется, то есть, но это не является как бы поводом для того, чтобы не думать о том, что как сделать лучше и что сделать в будущем. Потом выяснилось, что человек уже два года как умер, а антология его живет. Ну, в принципе... поступает, в принципе, в принципе, это не способ... Тексты не чатаются, тексты не чатаются. когда говорится, что вот сканировать там Оскарь, это и засунуть, то, по сути, если человек, каждый шаг его был зафиксирован в его деятельности, его антологии, то в конечном итоге это и есть он. Ничего, ничего другого, ничего другого... Против этого его встает, как вы сказали. Нет, ну, скажем так, естественно, естественно, что есть сугубо человеческие вещи, которые неформализированы. Но в той степени, в какой формализируемо, да, то есть, скажем, если отследить профессиональную деятельность какого-то человека, то вот он есть, и можно получить даже какие-то ответы, которые он сам не мог бы сформулировать. То, что есть... То есть, мы не обсуждаем, что мир шире любой формализации. Это безусловно. И что за семантика есть еще целый мир. Вот. Это получается какая-то вечная жизнь, но такая, как бы жил, работал, создал онкологию, умер, как бы онкология, после тебя жил. Он продолжает жить, да. Ну, по сути, сейчас и так это есть. Но оно живет в неявном виде. То есть, есть научная школа, труды, ленинджин. Нет, сейчас же они умирают, и научная школа, и труды. Ну, да, нет, скажем так. А так никогда не умрет, это вечная жизнь. Если Платон до сих пор еще... Потому что сохранились его книги. А, допустим, какие-нибудь другого философа, там может быть не менее замечательного, до нас не дошли. Ну, давайте подведем итог, наверное, больше... Ну, подведем итог, что вот прежде всего это отказ от интернета сайтоцентристского. Я вижу вот переход к универсуму объектов с множеством антологий и юзоцентристское построение. То есть, центральным элементом в сети является юзер и его антология, в которой он работает, в которой... Через... Скажем, если какая-то антология не соприкасается с другой, то она никогда не попадет. Ну, в принципе, как и в жизни у нас. то есть... Не, ну, если ему интересно, он может... Да, в любой момент он может переключиться, то есть, браузер превращается в семантический браузер для перегуляния по антологиям. Не по сайтам, а по антологиям с возможностью масштабирования их, изменения их уровня, показывания соседних. Ну, то есть... А если у человека антология вообще универсальная? Ну, все интересно. Ну, у него будет несколько. То есть, понятно, что, скажем, моя антология, скажем, я интересуюсь, ну, чем-то, ну, кулинарная, да, она же вексе в философском не пересекается. Вот. То есть, несколько антологий, но они привязаны, то есть, скажем, я нахожу, юзер, это объект в системе, я нахожу, и вот у него есть, он входит в 3-4 антологии, да? То есть, у вас как юзера он входит и посмотрит, в какие антологии выходит. Ну, да. Выясняется, как сейчас это, выясняется, что веренные в себе люди не бьют сок с мегафием, да. И носят опроган. Нет, так это же своего рода опять и социальная сеть получится. Ну, но она не явная, конечно, то есть, ну, в данном случае, если социальная сеть, она специально ориентирована именно на общение, вот, на обмен каких-то между юзерами, здесь хочешь общаться, хочешь не общайся. То есть, тебе не официальный инструмент. Ты можешь создавать какие-то антологии на несколько человек, работать вместе, да. Ты можешь показать, кто близко тем интересуется, что ты интересуешься, да, и сказать, что, пожалуйста, помещайте меня, когда он обновит там что-то у себя, да. То есть, это универсальный инструмент, но вписан в некую, ну, да, то есть, а как он будет использован, ну, как кто хочет. Ну, еще последний вопрос, наверное, проблема открытости. Не все же люди хотят, чтобы они... Да, нет, понятно, то есть, ты можешь закрыть, связь, ты скажешь, здесь понятно, что если я пока пишу статью, и она уже существует как отдельный объект, я могу ее открыть, закрыть всем, открыть одному. ну, да, а потом, то есть, или какие-то личные фотографии я могу закрыть, ну, вопрос, конечно, всегда встает, пользуется Google или не пользуется, не читает ли он нашу почту. Не, ну, есть извращенцы, какие-нибудь, вот, но, в любом случае, скажем, я должен доверять, внимательно доверять системе, да, но закрывать, конечно. Не, а как вот экстремисты, извращенцы, всякого рода там, у нее они будут создавать какие-то свои специфические объекты, что ли? Ну, будут пускать, хотят, ну, что? Ну, в данном случае, ну, это как-то, ну, понятно, когда мир будет светлый, да, и когда объекты из нашего нормального мира, а из темного мира. Ну, а у нас половина сейчас интернета порануха, и, да, это дело даже не только в поранухе, там, всякого рода, там, сатанизм, там, экстремизм, сайтов, ну, фашизм, и будут все эти объекты присутствовать. будут присутствовать, запретить, нет, есть закон, который действительно будет отслеживать, если есть пропаганда, если будет, скажем, есть объект Гитлер, допустим, и будут там, одни восхвалять, будут другие предочно. Если в системе будут заложены юридические антологи какие-то, они будут автоматом отслеживать. Получается, что все-таки как нечестно, но мало ли тwszyляц. Нет, нет, есть запрещено законом, есть запрещено законом, что нельзя пропагандировать, то есть, педофилия, да, Как секс-ребенок связь наладил, заметилась хоть где-то, сразу эта антология под присмотр и, может быть, даже на просмотр человека или облик. А если органы, которые умеют манипулировать, сделали эту связь вне, как бы, ну как-то сумели это сделать? Ну, тебе направлено, тебе приедут, а ты не при делах. Ну, это всегда же делается. Всегда подбрасываются. Ну, сейчас ничего нельзя такого сделать. Ну, больше подбросить в квартиру наркотики можно. Ну, это надо приехать в квартиру, а так у тебя антологии. Да нет, 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 у тебя на сайте вообще не вместо телефона или звонки сделать такие... Посмотрите, вот я как объект в сети, мне можно переписать любую его роду высказывание, какие-нибудь поизгляды. Нет, 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 за как же это нужно? То есть дело в том, что есть явно приоритет прав. Ну, например, Хайдингер, да, он то ли Хайдингер фашист, то ли не фашист. И был спор, то ли не шапашист, то ли не фашист. Пожалуйста, будет две антологии, где один фашист, он говорит? Да, вот скажем, в одной антологии будет несколько людей, которые считают фашисты, у него будет некая связь, связь с другими, другие нет, они будут пересекаться в той части, которая не касается его политики. То есть главнейшая задача будет каким образом не быть проиндексированным так хорошо? Как это то спрятаться? Ну, не делать ничего. А дело в том, что если хочешь что-то делать, то ты получишь только плюс отец. Да ты и сейчас, Сергей, проиндексированный, это видео высказывает. Да, я прощипен, но это понятно. Так что это не избежать. То есть просто мы на самом деле стремимся к некому открытому миру фактически. Но уже ничего, спрятаться уже будет нельзя. И в принципе нельзя будет не только спрятать свои внешние поступки, даже может быть уже и внутреннее содержание. Все наши мысли. Наша антология, в конце концов, это ведь некоторый внутренний наш мир. Он как бы спроектируется куда-то во мне и так как-то отобразится. А у кого-то этот мир просто страшный. Мы же понимаем прекрасно, что они все люди замечательные. У кого-то этот мир просто... У кого-то он просто безумный, как какой-то шизофренический. Замечательный, по данному компьютерному анализу, сразу же отстреливали просто. Мы уже в этом обсуждали. Это кто-то роботов создал. Да, специально, кто-то оброшел. Прямо из-за монитора. По гугл-карте прямо. Ты только шкур. У тебя только что, извинения, психика. Мы же уже отстрелили просто. По ушам и по носу определяли, да? То сейчас по поведению в интернете можно гораздо точнее определить психологический портрет, если отслеживать. Я думаю, что поисковые слова отслеживают, и все это поймите. Ну, это как минимум. А кроме этого есть еще поисковые слова, сайты, с кем общался. То есть все. Я думаю, что сейчас и сами этим занимаются. Современная версия. Была такая байка. Через шаблоны прошел. В контакте это в СБЖ. Понятно. И как бы у нас эта лотошка какого-то предлагает. Остальные за колючий полок. Ну, вот, да. Нет, ну просто надо быть реалистом, что на самом деле к этому все идет. Но будущее не такое как бы красочное и светлое. Оно может быть обращено вот к себе вот этими вот. Где-то на границе моей антологии постоянно будут какие-то там бесы. Там какая-то сатанизм. Ну, понимаешь, что... Я не буду пытаться ворваться сюда и связи с моей антологией. Человеческая жизнь, человеческая жизнь по сравнению с жизнью животного. О, как страшна. И сколько там всякой гадости. Но все-таки эволюционный этап прошел. И там мы пройдем следующий эволюционный этап. Не, ну смотрите, вот, допустим, я написал как-то что-нибудь. Я какое-нибудь там извращение ставил. Свой комментарий оставил там. Ну, тебе конец. Безумно. Дело не в этом. Удали его. Ну, так это получается, что я должен работать на свою антологию? Да, она... То есть, как говорится, всю жизнь работаешь на свою антологию, потом антология отходят в тебя. Пожалуйста, можно как философский штурм проанализировать. Это все понятно. Это все разбросано сейчас. А так-то будет и один же я объект. Один, так? Один образ мой на философском штурме. Другой образ там где-нибудь в Ютубе. Третий образ здесь еще на третьем сайте. Пойди собери все. Ну, в принципе, в принципе. А сейчас я один объект, и все на мне. Я думаю, что человек может захотеть и зарегистрироваться в системе как два-три объекта. Да-да-да. А потом приедет врачи искать. Ну, с другой стороны, я думаю, что система в некоторой степени может... Вот я знаю, в ЖЖ есть любители действовать по низкими аккаунтами. Ну, сейчас есть такие. И довольно легко вычисляется. Ну, да, делают как-то, умеют. Мастера-то знают. Вот. Нет, не мастера-то. Просто по стилю-то. У нас такая наблюдая невижимость была такая штука. Вообще, по стилю утверждали, что один человек сопротивлялся. А потом кто-то из мастеров в системе администрирования смог вычислить, что действительно один человек заходил с одного компьютера. Просто у него ники были на разных браузерах. Один был на хроме, а второй был на старой. Ну, там, прикольно. Ну, понятно, да-да-да. Чтобы не менять пороги. Просто я хочу такое резюмирую, что мы в вечность создадим не только наше светлое, но и весь наш мусор. Чем из бедного светлого нет. А чего мы все хотели бы отказаться? Ведь Платон запомнился только через свои произведения. А то, что он может был там какой-нибудь человек не очень хороший, мы же об этом даже не знаем. Или тоже Сократ и прочее. Все хорошее сохранит. Можно сказать, что это хорошее является хорошим для не сохраниться, потому что ты считаешь хорошим. Да, а может наоборот. Какая всякая тряня наоборот. Наоборот, может быть, я в вечность войду, как какой-то мусорный человек. Это очень понятно, почему. Потому что все твое светлое, оно никому не нужно, потому что его нельзя ни продать, ни купить. А так тебе можно продать галстук. Или что-нибудь там еще. Или мыло сверло. То есть, на самом деле, как бы... Поэтому тебе это и сохранится, потому что это как раз продается. То есть, мы создаем некую вечность, да, но эта вечность, на самом деле, от нас не будет зависеть. И она будет непонятно, от чего зависеть. А контролировать ее, это на самом деле всю свою жизнь потратить. Постоянно следить за тем, чтобы твой образ в вечность ушел куда-то такой правильно. А, надо это. Ну, это не надо. Ну, получится, что как-то обидно. Ты умрешь и останешься в веках. Работай себе в удовольствие. Делай, что хочешь и все. И будь, что будет, да, вот так. А что будет? Нет, даже не будь, что будет, а как кажется, что будет. Все умрем.